В России расширили условия программы льготной ипотеки на строительство частных домов. Для заемщиков отменили ограничения по возрасту. Напомню, программу запустил в декабре один из банков. Изначально воспользоваться ею могли молодые семьи, в которых хотя бы один ребенок младше 19 лет. При этом один из супругов не должен быть старше 36. Что изменилось и какие возможности для строительства есть еще, расскажет Анна Рабчук. Дарья Никита показывает свой участок в Тюменском районе. О частном доме мечтали несколько лет. Вопрос, как всегда, в финансах. Недавно в России расширили программу льготной ипотеки на индивидуальное жилищное строительство. Теперь на ставку от 6% может претендовать не только молодежь. До определенного периода времени было ограничение под молодые семьи, имеющие одного ребенка. Но буквально на этой неделе Виталий Ильич Куткова, как председатель Совета фонда учрежденного дома РФ и выделяющего деньги на субсидирование этой ипотеки, принял решение расширить категорию граждан. Теперь его ограничения, как молодые семьи, отсутствуют. Возводить дом семья Сергеичек планирует начать весной. Уже подсчитали льготной ипотекой на ИЖС выгоднее покупки квартиры. Купили земельный участок за собственные средства, вложили, взяли где-то кредиты. И сейчас необходимо денежные средства на постройку готового жилья. Конечно, пониженный процент по данной программе был бы очень кстати для нас. Обычные кредиты, там ставка идет от 10%, а ипотеку могут подложить от 6%, то там разница получается в несколько миллионов. По условиям программы деньги можно направить на возведение дома с приобретением земли, либо только на строительство. Максимальная сумма кредита до 6 миллионов рублей для жителей Тюменской области. Три месяца назад один из банков в качестве эксперимента запустил льготную ипотеку по ИЖС. Спрос оказался высоким. На самом деле на этой программе возможности приобрести и построить свой дом не ограничиваются. Есть возможность оформить данную ипотеку даже собственникам бизнеса. Также есть возможность использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса. У нашей компании есть ряд партнеров, которые могут построить дома абсолютно любых форматов. Между тем в России решили не ограничиваться льготными кредитами. Сейчас Минпромторг продвигает инициативу с поддержкой производителей деревянных домокомплектов. Покупателям скидка 10%, компаниям компенсация с бюджета. Тюменский бизнес надеется, что этот механизм повысит спрос. Достаточно много времени бьемся за тем, чтобы популяризация деревянного домостроения заслуженно увеличивалась. Чтобы доля деревянных домов увеличивалась. Сейчас она составляет не более 10%. Цивилизованный рынок ИЖС только начинает формироваться, говорят эксперты. В планах правительства довести ввод частных жилых домов до 50 миллионов квадратных метров к 2030 году. Анна Рапчук, Александр Вележанин, Тюменская служба новостей.